В округе Сакрамента насчитывается около 50 тысяч выходцев из стран бывшего Советского Союза, большинство из которых проживают неподалеку от русскоязычных церквей и активно их посещают. По нашим подсчетам, в регионе находится около 100 славянских приходов с общей численностью до 35 тысяч прихожан. В апреле этого года среди членов славянской миссионерской церкви Вифания и ассоциированных с ними граждан был выявлен 71 заболевший COVID-19. Треть случаев связаны с соответствующими церквями. Несмотря на то, что они перестали собираться на протяжении нескольких недель, как мы видим, они собирались по домам. Представители здравоохранения Сакрамента заявляли, что они предпринимали несколько попыток поговорить с руководителями церкви, но получили отказ. Церковь Вифания опровергла это заявление, утверждая, что не в курсе, того, что кто-либо из наших прихожан умер от COVID-19, о чем сообщают СМИ, говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном церкви в Вифании 3 апреля. В тот же день, когда церковные чиновники опубликовали этот пресс-релиз, аудиоинженер из Вифании Петр Бортновский скончался от COVID-19. 68-летний религиозный беженец из Беларуси умер всего через две недели после масштабной конференции, прошедшей в Вифании 15 марта. Как рассказала славянскому Сакрамента его вдова, Татьяна Бортновская, ее муж до последнего момента работал в церкви. Он всегда был здоров, он никогда не болел. К сожалению, мы все делали, но мы его не смогли спасти. Он все, он ушел уже, жизнь и так вот. По словам Татьяны, аудиоинженер церкви игнорировал меры предосторожности и не верил в существование вируса. Он не желал слушать о госпитализации, даже когда начали появляться сильные симптомы. Сама Татьяна также переболела COVID-19, как и другие служители и прихожане Вифании. Искусственную вентиляцию легких мне никто не делал. Мне только капельницы ставили, капельницы давали, таблетки. Ну и апеллисла. Очень опасно, очень опасно эта болезнь. Даже человек ходит, он не знает, что он носитель этого вируса. Он не знает, я говорю, что Петя ходил, еще до последнего ходил. В четверг еще он ходил в магазины, заходил, все оно. Церковь отрицала организацию массовых собраний в нарушении политики COVID-19. Но, согласно информации Департамента здравоохранения округа Сакрамента, прихожане Вифании продолжали собираться домашними группами. Что касается Татьяны Бортновской, она не знает наверняка источника заражения. Однако допускает, что они с мужем могли заразиться в церкви, либо в ходе домашних молитвенных общений, которые посещали заболевшие прихожане. Несколько пастеров этой церкви совместно со старшим пастером и по совместительству епископом Объединения Христиан Веры Евангельской США Адамом Бондаруком заразились коронавирусом в апреле этого года. 78-летний выходец из Эстонии Адам Бондарук пробыл в госпитале около месяца. Я был продолжительное время в коме. Повезла дочь на тест. Положительный результат, признак болезни. Верующие из Вифании и подобных ей церквей регулярно выходят к Капитолию штата с протестами против вакцинации своих семей и детей. Многие из них полагают, что вакцины и лекарства приносят больше вреда, чем пользы. Согласно их вере, заболевший член церкви исцеляется благодаря молитве священника либо конгрегации. Иммигранты, прибывшие из бывших республик СССР, имеют традицию не доверять государственной власти, научным исследованиям и прессе. Сразу после вспышки коронавируса в регионе Сакраменто со скоростью света стали распространяться различные конспирологические идеи об искусственной природе вируса и о якобы желании государства под прикрытием пандемии и вакцинации закабалить американцев в единую систему электронного рабства. С точки зрения евангельских христиан, которых в среде беженцев значительное количество, после введения электронного чипирования их свободе вероисповедания придет неминуемый конец. В своих заявлениях верующие люди опираются на библейскую книгу Откровения, в которой Иоанн Богослов предостерегает, что перед пришествием Антихриста наступят времена, когда людям будет положено начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Среди религиозных иммигрантов жива и пестуется традиция пребывания в ожидании преследований за веру, поэтому некоторые из них восприняли ограничение властей как преследование по религиозному признаку и ущемление прав, гарантированных первой поправкой. Я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Есть ощущение некой библейской нотки. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO 2020 06 06 06. Несмотря на многочисленные рекомендации и даже приказы об обязательном ношении масок и запреты на массовые собрания, многие верующие региона Сакрамента отчаянно сопротивлялись распоряжениям и запретам властей. Редко можно было заметить людей в масках на протестах против карантина и даже при выписке епископа Бондарука из больницы некоторые не соблюдали меры предосторожности. Я реально потерял соратника, я потерял близкого человека, я потерял отца, я потерял того, кто сыграл колоссальную роль в моей жизни. Плюс в этот же период примерно я сам заболел. Славянская церковь Слова Благодати в городе Ванкувер ощутила всю тяжесть утраты. 90-летний отец пастора Алексея Алексей Иванович Коломейцев и его помощник-служитель церкви Владимир Дьяченко скончались от COVID-19. По словам представителя церкви Слова Благодати, весной многие члены общины заболели и по крайней мере один находился в реанимации с проблемой с легкими. Сам пастор Алексей Коломейцев также заразился коронавирусом. Головная боль, очень такая большая слабость, вот все тело ломит, я буквально не мог функционировать. Родственница пастора Алексея Маргариты Коломейцева и другие члены церкви тоже переболели COVID-19. Было сложно всей нашей семье и церкви в том числе, потому что у нас многие в церкви, к сожалению, заболели. У меня лично подтвердился этот диагноз COVID-19 тоже, так как я была в прямом контакте с дедушкой. Конечно, для нас это всех был шок. В конце октября представители другой церкви «Славянский христианский центр» в городе Такома сообщили о госпитализации пастора Петра Саенко с признаками COVID-19. Дыхание у Петра Моисеевича, нашего старшего пастора, ухудшилось. В госпитале определили вот эту ужасную болезнь. На днях мы получили известие о его смерти. Петр Саенко являлся также епископом объединения славянских церквей штата Вашингтон. Члены славянских церквей становятся жертвами вируса не только в таких штатах, как Калифорния и Вашингтон. Постепенно становится известно о крупных вспышках в среде славянских эмигрантов на восточном побережье США, в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Йорк. Мы полагаем, что симптомы у нашего пациента начали проявляться 4 марта. Поэтому нам пришлось проверить каждый его контакт с этого времени. У нас открываются новые кейсы. Есть много людей, которые прошли уже карантин, но есть те, которые еще начинают. По словам эксперта по влиянию российской пропаганды в США, постоянного автора Джеймстаунского фонда Ксении Кирилловой, распространение фейковой информации о коронавирусе напоминает алгоритм работы иностранного влияния с целью дезинформации новых американцев, ностальгирующих по своей старой родине. Конспирологические теории широко распространились среди российских религиозных радикалов. А затем я обнаружила те же теории среди русскоязычных иммигрантов в Америке. Поэтому да, возможно, это своего рода информационное влияние России в США. Конспирологические мифы были подхвачены в русскоязычном религиозном обществе, чему, скорее всего, способствовал заботливый перевод соответствующих материалов российскими блогерами на русский язык. Мы уже видели подобное во время предыдущей президентской кампании, когда на радость Кремлю президентом США стал Дональд Трамп, сказал и Кириллова. Видеоматериалы одной евангельской блогерки Елены Никитской из Сакраменто, которая не имеет известных нам связей с российским правительством, например, набирают сотни тысяч просмотров в YouTube и на Facebook. Никитская подвергает сомнению правила карантина, называет пандемию пландемией и вдохновляет свою аудиторию не доверять всему, что публикуется в официальных аккаунтах. Позвонил доктор вот буквально только что моему мужу и сказал, что его тест на ковид вернулся позитивным, то есть он, у него есть ковид. По иронии судьбы, в начале октября Никитская сообщила в своем блоге, что ее семья заразилась в ковид-19. Потенциальная проблема исполнения директив правительства в одной из славянских церквей штата Орегон вскрылась, например, лишь в результате гражданского иска пасторов славянской миссионерской церкви «Новая жизнь» против собственного пастора Василия Вакульского. В этом иске ряд пасторов утверждает, что Вакульский узурпировал духовную и административную власть в церкви, вынуждая их подчиняться его велениям. Вакульский отверг все обвинения и заявил, что некоторые лидеры пятидесятников хотят отобрать церковь. Вакульский написал в заявлении суда, что пасторы, подавшие на него иск, организовали церковные службы вопреки введенном самой церкви антикоронавирусным правилам. В результате проведенного исследования становится ясно, славянская община иногда испытывает недоверие к властям, которое возникло во время преследований в СССР и до сих пор подпитывается многими теориями заговора, языковым барьером и политическими причинами. Большинство религиозных беженцев поддерживает республиканскую партию и президента Трампа, потому что многие из них убеждены, что Дональд Трамп и его союзники-республиканцы защищают христианство в США. Многие считают, что вирус инсценирован демократической партией, у которой есть только одна цель – нанести вред Трампу и республиканцам и таким образом разрушить христианство. Многие религиозные люди полагают, что коронавирус является выдумкой. Они думают так потому, что привыкли верить в конспирологию. Религия создает своего рода особое сознание. Черное и белое, добро и зло – люди пытаются создать что-либо позитивное, что-то похожее на их концепцию Бога. Но это является уязвимостью. И, конечно же, манипуляторы используют подобные уязвимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова